Здравствуй, любимый зритель! Ты видишь Алексея Халецкого, и значит, скорее всего, у тебя на экране Sid Meier's Civilization 6, но это не точно. Возможно, это какая-то другая игра, а может даже... спектакль театра юного зрителя, не знаю, почему мне это в голову пришло. Продолжаю на последнем уровне сложности, на божестве, проходить новую карту Средиземноморья, политическую. Пытаемся сделать Римскую Империю, но если вы не видели начало этого всего действия, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии, конечно же, видят сразу, спасибо им за поддержку. Теперь выключаю рожу свою, хотя, конечно, вы будете скучать по ней, но тем не менее. И, наверное, пора начинать... А, нет, я еще не все подвел... Не все подвел фрегат. Брат, я еще вспомнил, что вообще у Греции, я помню, я видел этот... Как его? Броненосец. Я боюсь, что... Он может приплыть и навалять нам слегка. Так, вот здесь мы тоже апнем. А, блин, уголь. Да, я забыл, что я в прошлый раз уже ругался, что у меня, типа... Что я не апнул во фрегат. Ну, типа, есть уже линкоры, но у меня угля нету. Я, в общем-то, надеюсь, захватывая... Грецию, этот самый уголь и получить. Так, мгновенно строит маяк и верфь в этом районе. Вот это интересно. Это надо взять. Мне где-то тут, по-моему, я гавань как раз только-только... Нет, тут маяк есть. Тут маяк есть. Где-то я... Ага, вот 8 ходов, 4, да, надо брать. Этот флодоводец норм. Горацио Нельсон. Давайте глянем, какой следующий. Да, да, я хорошего взял. Флодоводца. Этот мне нравится. Надо будет сразу в патиолы его переправлять. В общем-то. Ну, давайте пока каравеллы сюда подплывем, посмотрим, что тут есть. Не, ну, конечно, там двумя фрегатами это тяжело будет биться. Так, угольную я не хочу в Риме делать. Угольную я не хочу. Заповедник мы тоже решили, что... Странно, а вот фрегаты строятся. Жалко, что нельзя апнуть. Вот, наверное, нету угля. Нельзя апнуть во фрегат, когда уже линкоры появились. Уголь, кстати, только... Причем самое интересное, что только у Грека есть. Вот, прям на данный момент. Еще раз глянем, что только у Грека. Хотя, я видел, что уголь, вот, например, у Венгра там. Ну, они просто еще не вышли в него. Просто еще не вышли. Что же в Риме? Ну, может, тогда в исследовательские гранты пойти? Блин, давайте глянем, какие-то вообще нам великие люди хотелось бы взять. Озарение для компьютера, как инженер, нафиг надо им. Торговец, губернаторский титул. Ученые, за каждую клетку с тропическим лесом. Тоже очень странно. У меня тут, по-моему, даже... Вообще тут на карте, возможно, тропических. Да, эти я... Даже интересно. Если на... Ну, скорее всего, там где-нибудь... Справа. Но тут, в принципе, да. Из того, что я нашел, вообще нет тропических лесов. То есть, как бы, ученые тоже странные. Слушайте, может, тогда эти на культуру поделать? Давайте... Фестивали на театральной площади немножко поиграем. Ну, блин, юниты, например, я могу и покупать за веру. Я построил этот... Часовню великого магистра. Кстати... Я думаю, имеет смысл корпуса поделать. Сейчас выйдем еще в археолога сначала, правда. Так, для мобилизации две полевых пушки. Тоже надо апнуть. Блин, может поставить карточку. А, так она и стоит. Так, нам, во-первых, надо апнуть реально арбалеты. Полевые пушки. И я бы, может, купил, кстати... Ну, в смысле, купил еще полевые пушки, чтобы корпуса сделать из этих двух. Двести восемьдесят. Давайте еще проверим, что я... Ступы везде, где можно... Так, тут храм надо будет построить. Ступы хорошая штука, на самом деле. Да, все вроде как везде есть. Тогда в Неаполе пушечку одну пока покупаем. Пока одну. Хотя, может, в Казенце сразу еще одну, чтобы объединить уже все вместе. Да, наверное, так и сделаем. Так. Теперь. Этих ребят в бомбарды. Так, а этот куда идет? Не, воячу давайте нет. Давайте здесь бомбарда. А, и тут мне не хватит пока селитры. Подождем. Так, коника. Кавалерию, наверное, имеет смысл. И вообще, скакать к греку. Эти пока по максимуму. Окей. Милан. Фабрика есть. Электростанция, конечно же, угольная. Плюс десять производства, как видите. В Турине универ. Пригород, я думаю, не нужен. Так, двадцать два жилья. Тут, пожалуй, рабочего сделаю. И надо идти вот это вот вырубать здесь. И шахты ставить. Оружейное в Неаполе. Давайте сначала военного инж... Хотя, подождите, зачем мне воен... Два форта, то, что ускоряло, я уже открыл. Железную дорогу я не могу строить, потому что нету угля. Поэтому, я думаю, инженер тут не нужен. Давайте военную... Хотя, еще есть, например, театралочка, да? Всего лишь плюс один, правда. Но центр коммерции не нужен. Развлекательный комплекс. Развлекательный комплекс. Промышленная зона вот здесь на плюс два. Но тут очень хорошие и так. Олени. То есть, ради плюс два промышленную зону, мне кажется, не стоит. Хорошо, а что с жильем? Плюс пять. То есть, и пригород. Так, окей, давайте посмотрим на заповедник. Да, вот тут, я думаю, все-таки заповедник... А, блин, вот эта далекая клетка. Или она на это тоже будет? То есть, эта клетка к казенце, например, относится. Если я здесь поставлю заповедник, уберу. То есть, на эти три клетки... Ну, правда, и соливок придется убрать. Но оливок у меня три. То есть, тут можно убрать соливок. А эту клетку, например, к казенце отдать. Да, давайте, наверное, заповедник здесь поставим. Наконец-то, хоть где-то я решил заповедник сделать. Так, в казенце университет, фабрика. И Грация Нельсона перебрасываем в Путиолы. Наверное, все-таки в Амбуаз. Как бы побольше производства. Деньги у меня и так круто идут. Блин. Что с этой квадрилемой? Ну, я подведу, наверное, может, буду обстрелить. Просто она, квадрилема, только в соседнюю клетку стреляет. Так, ну и следующим ходом уже объявим войну. И попробуем, кстати, в войну с греком еще кого-нибудь, того же Александра. Грек и так воюет, по идее. А, так он с Александром, Финикии. Португалия, правда, вообще не в тему. Может, Византию еще попробовать втянуть. Но Финикия норм. Ну, то есть у Греции проблемы. А сколько у грека... Выглядит, как будто у него три города. А на самом деле... Четыре. А где же четвертый? Тут, наверное, просто как-то два вместились. Три. Ну да, могут вместиться. Но на самом деле, конечно, так себе ситуация. Так, в Палермо университет. Я думаю, стоит рабочих еще. Тут еще куча мест, где можно поставить аквакультуру. Ну, как минимум одного рабочего можно сделать. Так, а что с районами? Промышленная зона по плюс один, да? Бани нигде не ставится. Театралка плюс два. Ну, я бы театралку, кстати, здесь поставил. После рабочего. Триезд, святилище, храм. Чтоб ступу купить. Тут маяк завершен. Кампуса нормального нету. Пригород не нужен, потому что когда сядет губернатор, тут появится и жилье, и довольство. Заповедник. Блин, а вот по идее, если я здесь поставлю заповедник, то это вообще-то круто будет. На четыре клетки, в принципе, сработает. Единственное, давайте все-таки сначала уберем... А, семь ходов. Семь ходов. Нет, семь ходов это долго, поэтому мы рабочего купим. Блин, нам не надо что-то немножко... Надо скот просто убрать. Давайте я поставлю, что я тут хочу заповедник. Что-то... Ну, тут все как-то долго строится. И сам заповедник, 15 ходов, например. Ладно, давайте еще тогда одного строителя я поставлю. Просто вот этим строителем вырублю лес, например, здесь. Поставлю шахту и только потом скот пойду делать. Так, уничтожение, золото в других... Нет, мы тут ничего не меняем пока. А, кстати, я тут выиграл просьбу о помощи. Все-таки испанец что-то... Попомогало немножко Франции, но не усыдно. Значит, у меня два очка дипломатической победы и... Сто единиц мирового влияния. Ну-ка глянем. У меня у всех очень мало очков. Вряд ли дипломатией можно будет. Так, Магнус в Турине. Естественная история. Классовая борьба. Выжженная земля ускоренная. Так, в Триесте нехватка жилья пока. Дефицит энергии. Это понятно, у меня угля нету. Так. Мне, кстати, торговец нужен, да? Куда у нас тут доступны пути? Из Арташата в Нант. Ну, кстати, да. Чтоб производство какое-нибудь появилось. Да, хорошо, я тут взял в Золотом веке вот эти, где живут драконы. Вот эти три города сразу как бы нормальные. Просто встали. Ну, кстати, а что и не продать ей лошадь? Право проходами, правда, нафиг надо. Давай, может, мы тебе еще и железо дадим? Это же, может, больше железа? И больше лошадей. Ну, это реально уже устаревшие лично для меня. О, нормально. Кардив объявил войну Германии. А что там, Англия, что ли, вступила в войну? Так, ну, я обманул грека. Не хочу, чтобы он меня сейчас просто... Ну, я, конечно, зря подвел. Это хоть и хорошая механика, в шестой цивишу. Типа, подводишь войска, будь добр. Либо тебе объявят войну на этот ход. Либо ты получишь проблемы с претензиями, что, типа, обманул. Так, хочу посмотреть, с кем там немец воюет. А, ни с кем уже. Францию так и не смогла Германия захватить. Так, ладно, давайте мы, наверное, к македонскому или к финикии. Давайте глянем у македонского повод. Что официально... Тут официальное и тут официальное. А, он еще и с венгром воюет, кстати. А у финикии... Блин, у него... С Филиппом оборонен... У нее официальная война... И совместная война с Василием могла бы быть. А вот против Перикла только официальная. Ладно, я, наверное, с финикии. Блин, а с кем у меня военный союз? Неужели я с Вавилоном? Да... У меня это как-то Вавилон. Так... К войне против Грека. А, значит, Перикл официальная война. Друзья, может, она мне нефть даст? Нет, не даст. Теперь нам бы Вавилон... Я обычно что-то за одно золото. Это принимают? Ну, потому что у меня с военном союзе... Мне надо, чтобы плюс 5 я против Грека имел. Так. Да, слабенько, конечно. Нет, слушайте, это... Это несерьезно. Так, первый корпус. Тут апаем тоже. Второй корпус. Дальше. Тут у нас бомбарды есть. Это можно сразу... Третий, наверное, корпус. А, нет, мне не хватит сейчас... Селитры. Ладно, можно кавалерию. А, подожди, 200... У меня тут этот стоит, сорян. Так. И... Третий корпус. Ускорили мобилизацию. Камурапия объявил войну Периклу. Так, здесь... Тырем. Тихий. У нас Египет почему-то лидер по науке. Удивительная для меня вещь. Так. Давай-ка вот этим... С одним зарядом поплывем. Рыбу улучшим у Аячо. А этот у нас как раз будет вырубать. Под Магнусом. И что я тут могу построить еще? Ничего не могу. Пригород точно не нужен. Так. Какие у нас чудеса? Собор Василия Блаженного нет. Катакуин нет. Тори Дебелен. Ну вообще я могу сюда поставить... Семь ходов. Другое дело, что у меня отсюда-то не особо караван. То есть мне бы Тори Дебелен на самом деле... Скорее в Риме строить. Давайте реально его и строить время. Я один фестиваль на театральной площади провел. Так, в Турине венецианочка нет. Ну, вообще, конечно, надо было бы венецианский арсенал в Венеции построить. Ну, у меня тут даже промышленная... А, подождите, а вот это что? Промышленная зона. Такие... Слушайте, я хочу в Венеции иницианский арсенал поставить. Просто... Просто чтобы был. Так, собор Святой Софии. Ну, давайте построим, кстати. Просто я сейчас вырубать буду леса. Под Магнусом. То есть это очень быстро все ускорит. Так, тут я хотел сначала здесь вырубить. Поставить шахту. Здесь мы ждем строительства гавани. Давайте даже не в Нант, а в Амблат, чтобы больше производства опять же. А Франция с кем-нибудь воюет сейчас? Нет. А Испания? С финикией только. Странно, что Испания, конечно, Португалию не дожала. Храм завершен. Покупаем ступу. Блин, нам тут надо было... Ну, давайте... Так, а что промышленная зона? Плюс один, да? А баня тут и тут. Ну, что, мне рис везде убирать, что ли? Получается... Ну, кстати, можно будет развлекательный комплекс тогда тут поставить. Давайте, знаете... Да, действительно, давайте так и сделаем. Значит, тут у нас будет развлекательный комплекс. Что это еще плюс? Театралки. Тут баня. Тут промышленная зона. Для этого мне нужны рабочие. Чтобы рис убрать. Поэтому рабочего я бы, наверное, купил следующим ходом. А начал... Наверное, все-таки с театралки я бы начал. Тут же я не могу сразу все. У меня не хватает жителей просто на это дело. Так, надо не забыть в триесте следующим ходом купить рабочего. Так, смотрим, уничтожат ли мне сейчас фрегат. Проблема в том, что, да, видите, три бушеты едут. Хорошо еще не бомбарды. С арбалетом стрельнул. Не, ну это больно. Так, мне придется от спарта отступить. Это, видимо, самолетами придется как-то делать. Хотя у меня нету... Нету нефти. Ну, нефть только на море. Так, аквапарк и археолог. Курсы мы, наверное, сменять пока не будем. Ну, я все равно высажусь к кавалерии. Наверное, вот сюда пойду к кавалерии. Так. Тут надо издалека пострелять по всем этим трибушетам. Просто немножко прередить армию грека. Ну, город убьет мне фрегат, поэтому не стоит лезть. Все еще нехватка для бомбарды селитры. Вообще, можно эту тоже повести. Я все равно никак не использую гарнизоны в городах. Смысл их там держать. Тут я не веду, хочу... Ну, это уже немножко устаревший юнит. Имхо. Так, пойдем поплаваем тут, посмотрим, что-нибудь своруем, я думаю. И вообще глянем, что там он... О, фултоводец плывет. Мне бы каперов сюда сделать, кстати. Но оно показывает ресурс, но я не могу нефть обработать. Видите, требуются пластмассы. Так, вырубаем. И этот идет сюда. Ну, как раз один ход можно постоять. Так, и в Триесте покупаем строителя. Не знаю, зачем я сюда отправил капера. Вообще, надо бы построить каперов, конечно. И поставить хотя бы карточку на плюс 100. В том же Неаполе. И бегать, грабить просто побережье у Грека. Давайте, наверное, поставлю... Я не буду еще мне там Трибушет в бомбарду апать. Где у нас плюс 100 кморских юнитов промышленной этой? Так, ждем. В Кардив. Пока достаточно. Плюс 2. Да, давайте уже откроем. Все равно каравелла не собираюсь строить. Стоит ли мне в электричество выйти? Морской порт вообще хорошо. Нет, давайте сначала в авиацию. Ну, в смысле... Поровый двигатель, авиацию. Посмотрим алюминий. Если есть, то просто в улучшенную авиацию. Пойдем, и все. Да. Обещание я нарушил, конечно, грекам. То есть, это сейчас опять меня начнут обвинять следующим уходом. Все. Ах ты, тварь! Так, там мы один уход откладываем на заповедник. Знаете, вот мне кажется... Знаете, чего не хватает Петру, например, за Россию? Чтоб он матом тебя крыл. Если ты что-то... Делаешь, что ему не нравится. Вот тут куча территорий. Я уверен, что он не заселено, все. Тут даже вон Франция только сейчас более-менее заселила. Испания не все заселила еще. Поразительно. Так. Византия... Селитру хочет. Слушай, а может ты... К войне присоединишься против Перикла? Он, кстати, готов. Только ты мне еще заплатишь за это. Чтоб греки уже... Все греки... Все греки ненавидели греков. Ой, я поймал, кажется, какого-то шпиона. Нет, мне кажется... Давай мы тебе китов чисто дадим. Нет, это что-то мало-ты мне. Не хочу. Сиди без счастья. Так, кого поймал шпион Венгерской империи? Ну, давай глянем. Во-первых, я могу ему сказать, чтобы он не шпионил за мной. Так. Теперь можно, наверное, продать ему этого парня. 92 железа. Ты прикинь, сколько у него военных лагерей. Он копит это железо. Ну, вообще, не нафиг. Меньше шпионов зато будет. Так, давайте в Неаполе каперы все-таки сначала. Что это у нас? Что тут за флотоводец, понимаешь? Так, разграбим китов следующим ходом. Блин, а нафига я прокачивал фрегат против морских юнитов? Непонятно. Убираем скот, ставим заповедник. Так, а тут начинаем. Вот тут я сначала уберу, чтобы сначала... Господи, почему мне дают... Вот объясните мне, это миллион лет прошло с выхода шестой цивы. У меня здесь... Вот это глюк какой-то постоянный просто. Вот у меня стоят юниты в гарнизоне. Вот укрепленные. Как только в городе появляется рабочий, почему-то военный юнит перестает быть укрепленным, и именно он ходит. Хотя, я понимаю, что должен ходить рабочий. Господи. Как это так можно было? То есть... Тестировщики вообще никогда не видели такое, да? Чтобы это было. Так, денюшки поворуем. Василий объявил войну Периклу. Не знаю, может, еще Египет попросить... Нет. Посольство у Египта во-вторых. Попросить, чтобы он присоединился... А, нету, слушайте. У него, видимо... Либо он недавно воевал с греком из... А, он грека даже не встретил... Она грека не встретила, прикиньте. Ничего себе. Наверное, Египет вообще в этот... Не делал никакие морские юниты. Хотя у грека есть морские юниты. Ну и грек не встретил Египет. Это, конечно, прикол. Так, угольную сделали. Эрмитаж к атаку. Нет, нет. Строителя тоже, наверное, нет. Но нам надо тут как-то до 13 вырасти с другой стороны. Ладно, давайте пока биржу. Так, а мания в кальяре. Тут на рост, значит, переключаемся. Путелок. Найдены. Так. Мне просто кайф, да. Шесть пищи. Просто палермобомба. Я думаю, что он к концу игры должен даже Рим, наверное, обогнать. По размерам. Блин, а что у них у всех нефть есть? И никто не хочет мне нефть давать. И селитру не хотят. Ну, нет тогда, иди ты в попец. Вообще, логично было бы, я тебе счастье, ты мне стратегические ресурсы. Но раз ты так не хочешь торговать, почему я должен с тобой торговать? Нет, нет, нефть не дам. Такой. Жмотяры. Так, кассу ядвига за кой? Касса. Нафига ядвиги касса? Нам до другого континента. Это для того, чтобы на другом континенте было круто. Вот почему компьютер это построил вообще? Так. Кампус, промышленная зона на плюс два. Ну что, поставить, наверное, бани. Бани точно этому городу нужны. Я бы здесь рабочего купил, но сначала все-таки археолога в столице. 800. Поэтому надо покопить немного денег. О, есть капер. Ну, давайте еще капер. Вообще не помешает. Угольная на плюс восемь. О, давайте я тут капер, а потом уже угольную электростанцию. Блин, никак не встать, чтобы обстрелять требушет, но при этом и сам фрегат под обстрел не попал. Ладно, просто тут постою. Я надеюсь, какой-нибудь караванчик ограбить. Так, теперь, наверное, вот эту клетку. Да, дорого стоит выкупать, но оно того стоит. Это-то, видите, вот все, все клетки аквакультуры сейчас в Палермо обрабатываются. Он просто как на дрожжах растет, он еще, и мы из этого еще науки. Смотрите, сколько Палермо дает 39 науки. Уберем кампус. Не, ну вообще кампус университета и библиотека тоже неплохо дают. Но по-хорошему это 12, 18. То есть 21 науку дает Палермо, не считая кампуса. 21 науку. Я вообще мало как-то. 12, вот 12 от обрабатываемых клеток. Странно, а почему Казенца столько... Не, ну Казенца 21, да, это с кампусом. Просто больше половины Казенца чисто вот из-за геликарнаса обрабатываемых клеток. Там еще и культура плюс. Ну, что-то там немец начал божить по культуре тоже. Ну, давайте, наверное, все-таки лесопилку здесь. Так, а здесь после капера уже роща. А, вообще роща нет, я хочу копить на археолога. Три хода роща, это нормально. Индийский океан. Южный океан, Индийский океан, все вместе. Моя чё, кампус, библиотека. У вас такое скромное войско, серьезно. 815, у тебя 841. И мы лидеры, пока ну еще Египет больше нас. А, подожди, это Венгер вообще-то. У меня даже больше войска, чем у Александра. У меня, говоришь, у меня скромное войско. Смех на дроте. Так, а что там в Собор Святой Софии? Я просто ее поставил. Писсионеры апостолы могут стоять в Легу на один раз больше. Вообще, давайте глянем, что у нас с религией. О, пластмассу украл, кайф. Это, кстати, очень неплохо. Доход от мародерства. Просто поселенцев. Нет, это мы ничего не будем делать. Во-первых, я аэропорт могу здесь поставить, в Риме. Хочу посмотреть, как у меня тут религия распространена. Я же еще от религии науку получаю. Вон, 32 науки чисто от религии. Ну, все мои города в моей религии. А, кроме вот этих. Ну, что, может отправить туда миссионера? Все равно веры дофига. Что с по великим людям? О, Эйфель. Может мне его купить на всякий пожарный, чтобы Германия не забрала? Отлично. Так, ученый. Ну, это нафиг надо. Ну, норм. Реально можно миссионера купить и пойти. Да, ну надо... А, слушайте, а это София только в этом городе или на все вообще города? Ну, вот, кстати, непонятно. Ладно, давайте я куплю здесь миссия одного. Пойду вот в эти города распространять религию. Сколько у нас будет зарядов? Четыре. Ну, и можно, кстати, вот в Женеву, Руан, Амбуас. Почему нет? Чем плохо? У нас это только плюсы. Там, блин, где еще миссионер? А, давайте проверим. В Милане еще сейчас куплю миссионера. Да, на все города работает. Ну, давайте еще. Дешево миссионеры стоят. Верование, кстати, на это дело. Вырубаем рисик. О, блин, тут еще и болото. Ладно, уже болото не будем ждать. Что надо бани ставить. Или ладно, или давайте амфитеатр. Ладно, давайте два хода амфитеатр, потом. Я знаю, что я хочу археолога, но мне не хватало. Все равно тут 800 требуется. Так, сначала мы... А что, интересно, он не может грабить... Что там, юнит стоит? Ну, давайте так. Так, ну-ка, Валерий, он не должен убить. Что нам тут еще пограть? О, можно рабочего захватить. С одним зарядом. Интересно, а где уголь вообще? А, нет, ну это у... В Македонии. А где уголь у Греции, что он... А, слушайте, у нее, наверное, уголь как раз из-за того... Блин, точно. Ну, я все равно хочу воевать с Грецией, но у нее, скорее всего, уголь был как раз из-за того броненосца. Может, его убили ей. Но уголь-то остался, он как бы не откуда идет. Ну, я надеюсь, что... Может, еще на той невидимой для меня территории. Будет. Это мне не уголь пока, это угольная электростанция. Вон, типа, игра находит. Тоже не очень качественный поиск, конечно. Ну, не видно тут нигде угля. Все равно, то есть вот на этих клетках, если только может быть. Да, Греция, конечно, на этой карте все равно маленькая. Так, Святой Софии построили. Эрмитаж. Хм. Ну, кстати, а что нет? А, блин, тут... Тоже лес. Фак. Тогда давайте на торговца. Не-не, надо еще один... Тогда еще одного строителя сначала. Не-не, ну, я бы Эрмитаж построил. И тогда здесь... Можно... Театралочку... Организовать будет. Пока поберегу деньги, тут уже жалко выкупать. Если мы пластмассы ускорили, то все равно мне надо в радио пока идти, конечно. Так, нацпарк я где-нибудь могу построить? Ну, мне кажется, на данный момент... Вообще, вот тут было бы, конечно, круто. Или, по-моему, не сто... Надо, чтобы вот такой треугольник был из гор. Тоже, конечно, странное ограничение. И тут пока никуда. Хотя электростанции можно три в Кардив отправить еще. И мы сто... О, слушайте, а что я туплю? Я становлюсь сюзереном и получаю электричество. Две единицы энергии за каждое здание в гавани. О! Это, кстати, очень круто. Блин, а тут плюс три промышленные... Ладно, пока амфитеатр построим. Второй уровень с Дидоной. Так, ну что, я, наверное, опять до Золотого века. Да, девять ходов. Смотрим, Спарта, кого хочет атаковать. Ну, раз интересно, какой... Какой именно пушку? Пушка меня устраивает. Вот, видите, получил электричество и сразу получил за три очка эпохи. Можно даже глянуть... Ну, у нас, по идее, электричество появилось там, где есть гавани. Блин, где тут энергия? Видите, Казенца, Рим, Милан, Турин. Ну, в три... В Неаполе тоже есть гавани, но, мне кажется, тут нет электричества, просто она... Хотя, в универе должно быть. Ну, то есть, как бы, тут электричество есть, все равно четыре. Так, отправляем наших миссионеров. Буратино-телекомандатом. О, кстати, Регенсбург, Ульм... О, так, слушайте, тут и в Германии неплохо религия распространилась моя. Блин, ну тут не пройти. Зря я сюда его отправил. Зря я сюда отправил. Еще строителей два хода, пока это как раз дойдет. Вырубить лес, чтобы начать в Риме. Кстати, у нас Эйфель появился. Я его купил. Ну, давайте, наверное, в Эрмитаж и отправим. Так, а в Риме дальше мы аэродром будем строить. Кстати, наверное, и в Палермо стоит аэродром здесь, а не промышленную зону. Потому что это единственное просто место, где возможно строить. Так, и в Риме археолога хочу купить. Арташата в Нант и Скорфагена в Нант. Дайте Скорфагена. Из Арташата я просто помню, что какой-то уже бегает, по идее. Так, и в Риме. Да, они между собой тут бегают внутри. Ладно, встану здесь пока. Я думаю, каперов достаточно. Все, вот теперь после... После амфитеатра баню. О, по Муккале. Вот, не, ну слушайте. Это очень странное расположение по Муккале. Я вам честно скажу. Она реально где-то вот тут скорее должна быть. Оно должно быть. Как человек, реально бывавший в Памуккале. Я вам говорю, это странно. Так, биржи в Милане. Ну, давайте, наверное, рабочего. Тут надо убирать. Мне кажется, что стоит все-таки вот здесь, например, сделать этот. Как раз через два хода добавится. Давайте я поставлю пригород поставить в Милане. Иначе я не вижу просто, как расти городу. Там можно продуктовый рынок будет сделать. Ну, плюс к еде. Так, посольство от Грузии. Венгр что-то там возбухает. Так, капер обстреливает. Тори Дебилен. Отлично. Плюс пять золота. И международные торговые пути из этого города получают плюс два золота за каждый редкий ресурс в пункте назначения. А еще... На других континентах... Здание в городском... Неужели... Блин, слушай, я там все построил. Так. Че-то Александр Македонский возмущается моими войсками. Что вот... Ну, в Арташате, наверное, амбар. Дали бесплатно. А вот тут уже все было построено. Наверное... Да, наверное, эти... Стены... Стены средневековые дали. Ну, тоже неплохо, че. Да, конечно, офигительное... Поиск пути. То есть, игра предлагала мне вот так пойти на третий ход сюда только прийти. Хотя, на самом деле, быстрый путь так, а потом сюда. Это два хода. Кайф. О, похитили Изахина. Баблишко. Находясь на родной территории, увеличивает... Давайте, снижает уровень всех вражеских шпионов. Я реально на свою территорию отправлю. Так, ну не будем ждать один ход. Так, тут баня строится. Че нам еще тут обработать? Винишко. Наука. Я думаю, Спарту мы точно возьмем. Не хочу гавань грабить. Если мы гавань захватим этот город, то гавань нужна будет. Эти-то еще ладно, я вот ремонтирую, потому что я сразу науку как бы с этого получаю неплохую. Так, а что он тут строит развлекательный комплекс? Интересно. Тут ждем прибавления. А город хочет эту добавить. Ладно, сколько стоит? Вот 125, пожалуй, выкупим. Потому что все это, видите, он сразу обрабатывает эту клетку. Все равно город, все равно это самые крутые клетки получаются. Благодаря Геликарнасу. Вамбуаз, потому что меньше, больше производства. Не знаю, что меньше золота, но производство для этих городов, мне кажется, важнее. Благодаря Геликарнасу. Да, блин. Что-то слабенько. Все равно религия распространяется. А, тут распространил. Ладно. Давайте, может, еще тогда миссия. Я просто даже не знаю. Я не вижу, чтобы тут на что-то имело смысл еще хранить. Хотя, вот этот... Давайте я куплю этого торговца. Игрушка, это прикольно. Кстати, а этот к полерму относится. Да, надо эту рыбу обработать. В полерму амфитеатр. Давайте аэродром. Будет очень смешно, если у меня нет алюминия, я тогда немножко бесполезно. Аэродромы построил. Эти верфи надо купить ваячу. Так, в патиолах можно расти. И рабочего тут надо купить. И верфь надо купить. Все надо. Опа. Прибыли апостолы католические. Подождите, откуда я уголь получаю? Что-то я не пойму. А уголь у меня откуда идет? И даже уже расходоваются на производство энергии. Так, алюминий. Не видно алюминий. Кайф. Сейчас, конечно, поищем. Сначала я хочу понять, откуда я получаю. Ну, я, наверное, союзник Кардифа. Скорее всего, от Кардифа. Блин, вот не видно его. Вообще, а как-то страшно. Подождите, я не союзник больше Кардифа? Я сюзерен. Почему у меня не видно его территорию? Прикол. Какая странная фигня. Но я, скорее всего, от Кардифа получаю уголь. Больше просто ниоткуда. Так, давайте алюминий поищем. Прикол, что на такую большую территорию, которую я занимаю, нету алюминия. В Амбуазе. О, блин, в Афинах. Прям даже коммерческий центр стоит. О, кальяре. Зашибись. Так, все. Все хорошо тогда. Этот возвращается. Кайф. Несмотря на то, что заповедник... Ну, мне придется здесь ставить шахту, как вы понимаете. И я не буду ждать, когда заповедник построится. Потому что заповедник строится, он забирает все эти клетки вокруг себя. Но в данном случае, конечно же, мне алюминий нужен. Так. Так, так, так. Ну, мы идем в самолеты. И, в общем-то, у нас будет алюминий. Но в Риме... Знаете, центр вещания. Или ангар. Это ангар, да. Чтоб быстрее самолеты строились. Так, здесь... Мы вырубаем. Ставим эрмитаж. И используем... А, не могу. Потому что тут рабочий стоит, блин. Тогда пойдем рыбу здесь. Помогать. Так. Пойдемте-ка нафиг отсюда с этого апостола дебильного. Блин, и там апостолы. И там апостолы. Смотрите. Потому что там еще индуисты работают. Короче, Франция у нас арена битвы религий. Сынок, ты гугенот? Вот это вот все. Конечно, Буратино-Телекоманда, то более крутая религия. Несомненно. Ну что, апостолов делать, что ли? Я бы побился апостолами. Потерся, так сказать. Бородками религиозными. Если меня смотрят какие-то апостолы, я надеюсь, их это не обижает. Еще было бы круто Ереван найти, но, возможно, Ереван захвачен. Давайте глянем. Это либо персы, либо грузины могли захватить Ереван. Грузия. Нету Еревана в составе, а Персия. Зато Зугдиди в составе. Это значит, что Персия воевала с Грузией и захватила Зугдиди. Когда-то. У нас вообще в религии там что-нибудь... Ну, я помню, что дешевле стоит апостол. Блин. А, нет, да, дешевле стоит. Я просто думал, что, может, есть что-нибудь на силу распространения. Нет, ничего подобного нету. Так, это я к себе возвращаю. Причем, наверное, в столицу пока. Ну, потому что он должен на моей территории быть. И этот делает игрушку. Ну, там я направил свою рыбу обрабатывать. Тут пока стоим, ждем просто туда. Само добавится. У меня нету денег. Блин. Почему-то он обстреливает именно бомбарду. Поплыли отсюда, нам тут не рады. Блин, мог высадиться. Осада Спарты. Университет. Еще кампус мне осталось разграбить. Блин. Так, два этих театральной площади рядом стоят. Театр конкурирует за зрителя. Давайте с Александром открытые границы. Можно было Кирасира атаковать. Так, в Неаполе роща. Ну что, смотрим. Вот тут надо убрать улучшение, поэтому мы сделаем... Где тут рабочего? Дальше купим в Казенце. Так и так. Блин, неужели не работает, если к другому городу относится? Или тут просто низкий этот... Престиж. Да, тут низкий престиж. Ну, попробуем как-нибудь повысить. Так, в Венеции промышленная зона. Так, сколько будет караванчик стоить? 220. Надо покупать откуда-куда. Из Рима. Ну, конечно, из Рима. Кстати, наконец-то стали Рим показывать, потому что... Вообще не показывало до этого. Из Рима, потому что тут Тори Добелен. Следовать по стопам Хаммурапи разумное решение. Что ты меня опережаешь по науке? Чуть не могу... У Каммурапи 84. А, минус Капер. Так, позволяет создавать армады. Так, может, мне Каперы все-таки так не подставлять? Давайте вот с этим, с Требушетом разберемся. Ну, Каперы, они самые слабые тут в плане... 40... Хотя, может, фрегаты? Нет, фрегаты 45, каравеллы 50... Каперы самые слабые. Вообще, мне в Неаполе еще военную академию надо. И сразу, чтобы корпуса и армии покупать. Так, в Казенце угольная. Ну, что, аэродром? Не, жалко убирать. Наверное, аквапарк давайте. Причем, наверное, здесь скорее. Прокачаем пингалу до грантов. Блин, я ж только что вам Блаз обратил. Два раза больше. Ну, давайте, если погибнет, реликвия появляется. Так, тут... Снижает на 75% в выбранном городе. Вот это тоже крутая штука. Ну, что, больше нету? Блин, куда делся? Можно инженера выбрать? Тут у меня инженер стоит. Нормально вообще? Так, что-то я с Финикией союз закончил. Ну, пофигу сейчас, что с ним военный, что с Вавилоном военный. Давайте лучше с Финикией. У нас как-то больше обычно тут... Ой, я увидел все, что она видит. Мы до третьего уровня, что ли, прокачали? Не, до второго. А, у нас был уже... И... Сделал кругосветочку. И вышел в нормальный век, естественно. Давайте глянем, как тут выглядят у нас персы. Адрианополь отваливается по лояльности к персам, естественно. Вот Зугдиди, Грузия. Каким образом Грузия тут поставила Зугдиди? Вообще вопрос. Смотрите, сколько у Грузии места для расселения. Как она сюда приплыла? Зугдиди поставить? При том, что тут практически... Ну, не знаю, так вот... Тут в один... Катя Ереван жив. Вы посмотрите, Ереван-то жив. Но я его засоюзить не могу. По Саргады. Вавилон. Ну, рядышком персы и Вавилон, конечно. Вавилон ухреново развиваться. И тут целая эта пустыня. Тут еще, наверное, араб мог появиться. Нет, там, по-моему, не было в списке араба. Танки уже... Уже армии танков у Египта. Прикол. Слушайте, Египет опасный. Ну, финики и хреновые места. Вот это все для развития. Ну, и поразительно, как плохо Византия расселилась тоже. Я-то думал, вся Анатолия тут будет... Византийская. Она финикийская оказалась в итоге. Польша зато только в путь расселяется все вот эти степи. Тут просто некого было поставить. Нет, тут цивилизация, которую тут можно поставить. Поэтому вот это место... Но, с другой стороны, тут не прям... Не так уж, чтобы в фонтан место было. Откровенно скажем. Даже по ресурсам тут смотрю. Вот что тут только... Вон там где-то уголь. Пять ходов. Ну, вообще, можно попробовать. Я, наверное, самолет первый построю. На этой планете. Так, где нам разместить? Давайте, наверное... Да, в центре я оставлю. Так, первый город с пригородом. Ставим тут продуктовый. Видите, у меня просто ноль. Хотя стоит на еду. Просто ноль. Рост. Так, тут два хода до района. Следующий я, наверное, производственную площадь поставлю. Так, два хода. На что потратить два хода? У строителя, мне кажется, бессмысленно. Давайте художественный музей. О, Густав Ефель. Только сейчас я смог его выбрать. Эрмитаж мы построим. Тут стоим, ждем, когда клеточка добавится. Попробуем композиты украсть. В Палермо-Аэродром и археологический, пожалуй. Так, с Хамурапи я бы тоже продолжил союз. Потому что он в союзе с Финикией, с Александром. Но я бы не в союзе с Александром, да? Эти религиозные. Так, хорошее отношение с Египтом. Но не, не буду дружбу. С Александром тоже не буду дружбу. С Едвигой дружба просто есть. К Жоану можно посольство отправить. Ну и все, пока. Содержание юнита на два. Ну, наверное, можно, кстати, поставить вместо этого. На уголь это не повлияет. Давайте. Так, и я бы апостолов реально строил. Надо... Надо Францию... Ну, мы тут... Еще раз повторю. Мы тут не победим никак... Не победим никак религии, естественно. Потому что слишком большая территория и много. Ну, просто приятно поводить теологические баталии. И ускорились нанотехнологии. Причем сразу смогу следующим ходом уже самолеты строить. Нет, мы не будем заключать с Александром дружбу. 10 вина. Прикиньте, 10 ресурсов вина в Испании. Охренеть. Так, ну, право прохода я не хочу. Ну, давайте. В принципе, чем этих оливок. Не-не-не. Перикл, ты слаб. Предлагать мне мир. Флотоводец уровень и 50% боевого опыта. Ммм... Не, давайте следующего подождем. Тем более он скоро будет... Неинтересно. Так, пушку кто-то уже больно бьет. Уходим. Ну, по идее, квадрирема не должна пушку убить. Хотя я сейчас квадрирему, наверное... Проатакую. Сюда отхожу, чтобы эта пушка меня не атаковала. Пускай город атакует... Бомбарду. Так, этот у нас рабочий для того, чтобы тут убрать вот это все. Чтобы роща влияла на эти клетки. Еще раз повторю, жалко, что... Мне кажется, все-таки... Если я тут уберу плантацию, то... Мне кажется, тут появится престиж. Ну, еще вариант просто Эйфелеву башню построить, кстати. Так. Тут я хочу попробовать... Убить этого... Апостола. А, блин, не атакую. Тут еще исламский оплата. Ладно, давайте так постоим, посмотрим, что он будет делать. Заканчиваем Эрмитаж. И можно будет еще какое-нибудь чудо. Статуя Свободы. Собор Василия Блаженного Туще. Вот, венецианский в Венеции я хотел. Надо отправить. Вот в этой клетке венецианка строится. Е-е-е. Да, построим тут фабрику. Ну, вообще, выглядит, что я могу золотой век получить, просто потому что... Первый самолет сделаю. Стоим, ждем. Ну, я тут просто плаваю туда-сюда, контролируя, что происходит. Все, надеюсь, какой-нибудь караванчик разграбить, но... Что-то не видно никого. О, плюс 20 к теологической баталии. Кайф. Давайте глянем, какие у нас тут великие люди. Имеет ли мне смысл... ...куда-нибудь вкладываться. В следующем ходу можно будет флотоводца посмотреть. Грек, вроде, должен забрать. Слушайте, я ж могу в линкоры апнуть. Регаты. У меня уголь появился. Во, вот этого давайте я апну в линкор. Буду потреблять, конечно, но, извините, спарта намного быстрее упадет просто. Давайте. Я еще получил за использование угля. Нет, должен в золотой век выйти. Ммм, судоходство в гавани, строители. Ну, пригород. Пригород. Вообще, наверное, я понимаю, что у меня жилья, опять же, тут много. Но продуктовый рынок, чтобы город быстрее рос. А тут еды практически нету. Давайте, наверное, вот тут поставим. Рядом с чудом. Чтобы люди выходили и на Маттернхорн смотрели, когда живут в пригороде. Тамара объявила войну Киру. А Али и Нори, я не понял, кто объявил войну. Франция. Вообще, как у нас тут? Что-то Египет вообще... Вообще, что-то несусветное. Куда она так летит? Нет. Это проверить. Может, какие-нибудь реликвии религиозные появились? Я бы поторговал. Там с Исламской мы этим борются. Да, я уже в Золотой век вышел, даже без самолета. Так, ну в Риме все равно самолет строим. Блин, два хода строится, а я через три... Ты, блин, пять очков эпохи все-таки. Может, не спешить? Так, убираем плантации. И как-то не... Ну, вообще, я тут и когда уберу лесопилку, по идее, тут должен престиж появиться. По-моему. Проверим, не появились ли у Польши реликвии. Артефакт, артефакт. Нет, не появились. В Византии и не было похоже, как и у Грека, как и у Вавилона. Так, у Франции дофига тут этих, но опять же, реликвии, очевидно, нету. Может, у Испании нету. Германия. Ну, у Германии дофига шедевров, как ни странно. Нету, нету, нету. У Грузии нету никаких... Что, а одна была реликвия, и то я выцеганил. Это религиозный объект, это не реликвия. Чтобы вы понимали. Да, похоже. Вряд ли. О, внезапно у португальца. Ну-ка. Что, реально не хочет ее продавать? Что, даже за алюминий? Ну, ладно. Так, убирает других религий. Это мне надо вверх туда везти, Кларошели, наверное. Это, наверное. 6 ходов так 7 ну она давай чисто на еду жалко в некие проекты нельзя провести чтобы еду получить то есть только вот на ну наверно пойдем такие исследовательские гранты давайте посмотрим что там с флотоводцем тоже хреновый лучше оскарину бубу хотя как хреновый метод может быть с лояльности в греческих городах проблема так что может даже и в тему или черепашку обработать пойти ладно значит бессмысленно тут плаваю надо плыть уже этой каравел ведь ко всему флоту туда ну тут я уже все открыл тоже можно возвращаться к операм долгое путешествие было так аквапарк колесо обозрения самолеты открыли пошли в химию два района при а еще не построил второй пригород по-моему где-то строго вторине два хода давайте подождем за пока электричество откроем угольную шахту и броненосия давать тогда стали варенье все равно это никак не ускорю пускай стены появится и лесопилка плюс к производству как раз два хода подождем так я тут наверно самолет отложил где тут нам показывают что у нас несчастье да вроде нигде уже ну знаете там очень много очков эпохи дает просто хочется не так надо спешить с этими самолетами честно говоря вавилон урбанизацию только открыл испания гранату решил наконец-то захватить давным-давно надо было делать так натуралиста заказник все улучшения дают дополнительные но вот это кстати можно поставить чтобы алюмия все сегодня ресурс алюминия плюс 36 золота как-нибудь уж обойдусь так отложим самолетик таки просто к аэропорт или центр вещания аэропорт все-таки решил тут лесопилку сделаем пока никуда не отправляем а хатуса появилась о более но метод надо было поставить первый посол ладно из первого посла 3 хатусу как они так ходят что у меня мои основные апостолы просто не добегают до того который атаковать я хочу что за говнина так индуизм католицизм тут индуизм даже вон если у испанца ломает афиг ли он тогда прет со своими апостолами так так Продолжение следует... Так, там два заряда, давайте тут сделаем шахту тогда. Каперы. Так, тут спасаем. Стреляем. 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 Ну, выглядит так, что следующим ходом... Спарта падет. Не хочу. Тут пушка и Спарта убьет мне этот капер. Не хочу туда влазить. Давайте вот пограбим тут что-нибудь. Вот так встанем. Центр коммерции можно будет пограбить и... Плантацию. Постою тут каравеллой... Не лечать, чтобы можно было... Ну, то есть я могу, конечно, и кавалерии захватить, но вдруг не хватит силы. На всякий пожарный. Археологический... Ну, наверное, купим сразу археолога... И... Самолетик. Да, шесть ходов. Но... Там мы отложили. Так, в Венеции мастерская. Я думаю, пора начинать венецианский арсенал. Иначе... Когда же нам его еще строить? Так, интересно, ближе, наверное, отсюда. Все-таки... Так, СМИ. Блин, убил-таки мне. Ну, зато реликвия. А сейчас я ему тоже убью, мне кажется. Нет, какой мир. Главное, мне нравится компьютер, что сначала обстреливает мои юниты, а потом мир предлагает. Такое... Такая хитрая подшвара она. Мегает. Наконец-то Везувий. Впервые Везувий извергся на моей памяти. Так, лицопилка. Стыренная технология скрытности, канализация, опера и балет, череп святого Адальберта. Собственно, тот того, который погиб, я так понимаю. Как раз я хочу посмотреть, сможет ли этот парень у меня... Нет, ну и что такое? А у него тоже повышение дискуссии есть. Ну так, просто ради... Я ради интереса поигрался с этими. Так. Вот теперь можно в химию идти. Потом... Наверное, все-таки в двигатель или... Или в электричество, чтобы порты строить, а потом в двигатель ВС. Три населения еще и погибло в Неаполе. В Неаполе или в столице, подождите? Европа. А какой город? Непонятно. Ну, скорее всего, Неаполь. Так, убираем. Нет, нифига не повы... Короче, нам Эйфелева башня нужна. Да ладно. Придется это все использовать. Еее. Кайф. Спарта таки захвачена. Видите, минус один, так что у меня этот флотоводец в тему будет, слушайте. Нормально. Флотоводец в тему. Монумент, амбар, бани. И... Может, Виктора сразу туда пересадить? Какую-то очередную сессию Конгресса вызывают. Созывают. Блин, где-то там рабочего купить. Тут рощу давайте. А, блин, что я сюда пришел? Тут у меня... Давайте... Крабиков обработаем. Так, могу район ставить. Наверное, все-таки промышленную зону. Кампус попозже. Войнная академия, заказник. А тут можно сразу... Есть бомбарды? Или у нас все уже артиллерия, блин? Ну, ё-моё. Пригород в Турине. Продуктовый рынок. Спасибо. Пошли сюда. Наверное, центр коммерции. Денюшка. А там еще и алюминий у него. Алюминий не капало. Правда, уверен, что... Грек до алюминия просто не доживет. Но, тем не менее. Так, ну и на этой замечательной ноте захвата Спарты и выхода в современность, в следующую эпоху, в золотой век римской цивилизации, римской империи, я серию закончу. Продолжение завтра, а спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok